Добрый день, меня зовут Филиппов Сергей Николаевич, я читаю курс квантовой информации и квантовая статистика. Тема сегодняшней лекции это смешанные и перепутанные состояния и квантовые каналы. Материал этот довольно сложный и обширный, поэтому устраивайтесь поудобнее, начнем его изучать. Однако по традиции мы начинаем нашу лекцию с теста по уже пройденному материалу. Давайте посмотрим, что у нас на этот раз в тесте. В тесте нам дана матрица плотности двух кубитов такого вида. И нужно найти матрицу плотности под системой А, матрицу плотности под системой Б, найти векторы блоха для кубитов А и Б, найти энтропию кубита А, энтропию кубита Б, рассчитать ее приближенно в битах. А также использование равенства раки, либо найти нижнюю и верхнюю оценки для энтропии всей системы в целом. Давайте посмотрим, как нужно было отвечать на вопросы данного теста. Чтобы ответить на вопрос теста, нужно представить матрицу ρAB в виде блочной матрицы. За нумерацию блоков отвечает подсистема А, а за нумерацию элементов внутри блока отвечает подсистема Б. Поэтому, чтобы взять частичный след по подсистеме Б, нужно просто суммировать диагональные элементы в каждом из блоков. То есть взять след в каждом из блоков. Взяв таким образом частичный след по подсистеме Б, мы получаем редуцированную матрицу плотности подсистемы А. Ответ представлен формулой 1. Чтобы найти матрицу плотности подсистемы Б, нужно взять частичный след по подсистеме А. То есть просуммировать блоки, диагональные блоки этой матрицы. Если мы это сделаем, то получим формулу номер 2. Связь между матрицами плотностями 2 на 2 и векторами блока взаимно однозначна. Поэтому, используя известную формулу, мы легко вычисляем векторы блока для подсистемы А и подсистемы Б. Собственные же значения матриц плотности 2 на 2 связаны с вектором блока простой формулой. Собственные значения равны 1 плюс-минус длина вектора блока делить на 2. Поскольку длина вектора блока в нашем случае вычисляется тривиально, мы легко находим собственные значения. Для матрицы ρA собственные значения это 5 восьмых и 3 восьмых. Для матрицы плотности ρB собственные значения это 3 четвертых и 1 четвертых. Вы, в принципе, это уже видите из формулы 2, поскольку матрица диагональна. Энтропия же выражается через собственные значения по формуле минус 5 восьмых. Логарифм 5 восьмых это собственное значение, напоминаю. И минус 3 восьмых, логарифм 3 восьмых это тоже собственное значение матрицы ρA. Логарифм берется по основанию 2, поскольку мы хотим посчитать энтропию в битах. Получаем такой приближенный ответ. Аналогично поступаем с матрицы плотности ρB. Получаем ответ вот такой. Значит, неравенство ρA либо оно ограничивает сверху и снизу энтропию всей системы в целом. Энтропия всей системы в целом ограничена сверху суммой энтропии под систем, а снизу она ограничена модулем разности энтропии под систем. Подставляя найденные значения энтропии, мы получаем нижнюю и верхнюю границы для энтропии всей системы в целом. Давайте теперь перейдем к основному содержанию сегодняшней лекции. В ней мы будем использовать только что повторенный материал. Таким образом, чтобы понять сегодняшнюю лекцию, нужно хорошо понимать, что такое взятие частичного следа по подсистеме, что такое энтропия подсистемы. Переходим к основному содержанию сегодняшней лекции. Мы рассматриваем состояние составных квантовых систем. Мы уже с вами знаем для чистых состояний, что такое перепутанные и что такое неперепутанные состояния. Неперепутанные состояния это те вектор состояния, которых может быть представлен в виде тензорного произведения векторов в состоянии подсистем. Матрица плотности всей системы в целом при этом представляется в виде тензорного произведения проекторов, отвечающих каждой из подсистем. Перепутанное же состояние невозможно представить в виде тензорного произведения векторов состояния подсистем. Это означает, что их матрица плотности, хотя и представляется в виде проектора ранга 1, но этот проектор ранга 1 невозможно представить в виде произведения проекторов ранга 1 для каждой из подсистем. Для смешанных же состояний мы с вами знаем только, что матрица плотности не имеет вид проектора ранга 1. То есть матрица плотности имеет ранг больше, чем 1. 2, 3 и так далее. Соответственно, теперь нам нужно сформулировать, какие состояния мы будем называть сепарабельными, а какие мы будем называть перепутанными. В силу выпуклой структуры множества состояний мы рассмотрим выпуклые суммы таких операторов. Если состояние представимое в виде выпуклой суммы таких операторов, то тогда это состояние будет не перепутанным. Формула соответствующая представлена здесь. Я записал ее в виде суммы по К, ПК, где ПК это вероятности. Ро КА, тензорное произведение Ро КБ. Ро КА и Ро КБ это набор из локальных матриц плотности подсистем А и Б. Сумма это не обычная, а с коэффициентами ПК, которые не отрицательные и суммируются в единицу. Такого рода суммы называются выпуклыми суммами. Так вот, если состояние можно представить в виде выпуклой суммы факторизованных состояний, то оно называется сепарабельным, неперепутанным. Если же его нельзя представить в виде выпуклой суммы, то тогда это состояние будет перепутанным. Давайте посмотрим на геометрическую интерпретацию представленных форм. Множество всех матриц плотности можно представить в виде некоторого выпуклого множества. А множество сепарабельных матриц плотности это подмножество этого выпуклого множества. Причем экстремальными точками множества сепарабельных матриц плотности являются факторизованные состояния указанного вида. Можем заметить, что максимально смешанное состояние, то есть с точностью до коэффициента единичная матрица, оно всегда принадлежит множеству сепарабельных матриц плотности. Потому что любой единичный оператор можно представить в виде тензонного произведения единичных операторов. С другой стороны, состояния Белла, они непредставимы в виде тензорного произведения проекторов индивидуальных. Поэтому эти состояния являются перепутанными. Вот такая геометрическая интерпретация. Давайте теперь рассмотрим физическую интерпретацию той самой выпуклой суммы, которая была представлена. Значит, физическая мотивация основывается на локальных операциях и классической коммуникации. Представьте себе две удаленные лаборатории А и Б. И представьте, что между ними есть телефонная связь, то есть классическая линия коммуникации. Тогда в лабораториях А и Б могут поступить следующим образом. В лаборатории А могут произвести некоторые измерения, в общем случае непроективные, над своей квантовой системой. И телефонировать результат измерения в лабораторию Б. В лаборатории Б по известному результату могут произвести некоторое свое или унитарное преобразование, или измерения над своей частью. И таким образом модифицировать квантовое состояние в своей лаборатории. При этом возникнут корреляции между состояниями в лаборатории А и в лаборатории Б. Однако эти корреляции будут иметь классический характер. Таким образом состояние всей системы в целом может быть представлено в виде такой выпуклой суммы. Поскольку локальные операции будут сохранять структуру тензорного произведения для каждой из подсистем. Однако корреляции теперь записаны в этих множителях, в этой сумме по КПК. Поскольку измерения в общем случае не проективны. Таким образом состояние смешанное и сепарабельное можно приготовить с помощью локальных операций и классической коммуникации в удаленных лабораториях без использования ресурсоперепутанности. Это физическая мотивация для введенного нами определения сепарабельных состояний. Давайте рассмотрим конкретный пример, тот самый пример, который был в тесте. В тесте был представлен пример матрицы плотности такого вида. Давайте с вами теперь адресуемся к такому вопросу. Но является ли это состояние двух кубитов перепутанным или же оно является сепарабельным? Как нам ответить на этот вопрос? Мы пока не знаем. Поэтому давайте рассмотрим возможный подход к решению этой задачи. Необходимые условия сепарабельности сформулируем с вами. Оно будет основываться на понятии частичного транспонирования. Вот представьте, что у нас дано некоторое смешанное, сепарабельное состояние такого вида. Что будет? А, каким свойством удовлетворяет эта матрица плотности? Эта матрица плотности удовлетворяет свойством эрмитовости, неотрицательности и след ее равен единице. Причем все эти свойства, они справедливы как для всей системы в целом ρAB, так и для каждой из подсистем. То есть для матриц ρKA и ρKB все эти свойства также выполнены, если состояние было сепарабельным. Теперь представьте, что мы выполняем транспонирование только во второй подсистеме. Это можно представить вот таким образом. Мы берем все матрицы ρAB и делаем транспонирование над ними. При этом эта операция для всей матрицы плотности в целом будет обозначаться половинкой T, то есть половинкой транспонирования. Поскольку это не транспонирование всей матрицы плотности в целом, а частичное транспонирование. Поэтому мы берем половинку вот этого символа T, получаем обозначение для частичного транспонирования. Давайте теперь посмотрим, что будет со свойствами матрицы плотности, с вот этими свойствами, при частичном транспонировании. Если мы возьмем матрицу плотности ρ и проведем операцию транспонирования над ней, то она по-прежнему будет эрмитовой. Собственные значения не поменяются, поэтому матрица по-прежнему будет неотрицательно определенной. И мы знаем, что транспонирование никак не повлияет на диагональные элементы матрицы, поэтому след не поменяется. А это означает, что транспонированная матрица плотности — это тоже матрица плотности. Поэтому в этой сумме, если я беру транспонирование по подсистеме B, то элементы ρ, kb транспонированные — это матрицы плотности. А следовательно, я снова получил выпуклую сумму факторизованных матриц плотности. То есть вот этот объект ρ, kb, частичное транспонирование — это тоже матрица плотности. И, следовательно, она также обладает свойствами матрицы плотности. И таким образом мы получили свои необходимые условия сепарабельности. Сепарабельные матрицы плотности под действием частичного транспонирования переходят в матрицы плотности. Здесь мы с вами работали с уже известным разложением матрицы. Давайте теперь посмотрим, как применить частичное транспонирование к матрице, для которой мы не знаем, выполнено ли это свойство или не выполнено. Для этого вспомним, как записать обычное транспонирование. Обычное транспонирование для матрицы, действующей в гильбертовом пространстве hb, запишется просто вот таким вот образом. Видите, мы берем матричный элемент и житый, и меняем местами индексы. То есть здесь ставим кет вектор g, а здесь ставим бра кектор i. Таким образом, мы и тому житому элементы матрицы m подставили житую строку и и-тый столбец. Таким образом, вот формула для транспонирования в наших обозначениях бракетов. Теперь давайте посмотрим, как будет выглядеть частичное транспонирование. Частичное транспонирование будет действовать только на подсистеме b. А следовательно, такого рода операцию мы будем применять только к подсистеме b. Вы видите, что житый и-тый, оператор, содержащий кет-вектор g и бра-вектор i, вот эта формула. А на первую подсистему при этом действует единичный оператор. Таким образом, записав слева от матрицы x единичный оператор тензорного произведения g и, мы получаем с вами аналог первой части формулы выше. Соответственно, справа мы должны записать то же самое, только поменяв местами i и g. Вот эта формула задает частичное транспонирование для подсистемы b. Аналогичную формулу можно записать и для подсистемы a. Неудивительно, что новое обозначение для частичного транспонирования — это левая часть буквы t. Таким образом, частичное транспонирование по подсистеме a приводит к тому, что вот эти житые и-тые векторы, они стоят теперь для подсистемы a. А на подсистему b действует единичный оператор. Вот формулы для взятия частичного транспонирования произвольной матрицы x. Давайте теперь графически посмотрим, как это выглядит для матрицы 4х4. Вот у вас есть матрица плотности 4х4, мы представили ее в виде блоков. И чтобы сделать частичное транспонирование в подсистеме b, мы должны работать только с индексами, отвечающими за подсистему b. То есть с индексами внутри блоков. Поэтому мы делаем транспонирование в каждом из блоков. Получаем матрицу x, частичное транспонирование b. Если же мы хотим сделать частичное транспонирование в подсистеме a, то нам необходимо работать с индексами подсистемы a, то есть с нумерацией блоков самих. Для этого нужно взять и поменять местами левый, нижний и правый верхний блоки матрицы. Так действует частичное транспонирование для матриц 4х4. Вернемся к нашему примеру. В нашем примере представлена матрица плотности такого вида. Давайте применим к ней операцию частичного транспонирования для подсистемы b. В результате мы делаем транспонирование в каждом из блоков. 0 заменяем на 0, ничего не меняется. А вот 1,4 перекочевывает на строчку 2,3. А вот этот элемент 1,4 перекочевывает на строчку 3 и столбец 2. В результате мы получаем частично транспонированную матрицу такого вида. Давайте теперь обратим внимание на минор, представленный здесь. Мы видим, что определитель этого минора отрицательный, поскольку равняется он минус 1,16. А это означает, что матрица не является положительно определенной. А следовательно, ρ, частичное транспонирование по подсистеме b, это не матрица плотности. А следовательно, состояние исходное не могло быть сепарабельным. Поскольку если бы оно было сепарабельным, то частичное транспонирование привело бы снова нас к матрице плотности. Что не так? Таким образом, мы с вами убедились, что состояние ρ, ab является перепутанным. Таким образом, мы можем с вами проверять, являются ли состояния перепутанными или нет, подвергая их частичному транспонированию. Если частичное транспонирование приводит к матрице с отрицательными собственными значениями, то исходная матрица плотности описывала перепутанное состояние. Оказывается, что условие это является не только необходимым, но и достаточным, когда мы работаем с системой двух кубитов. Этот результат известен в науке как критерий Переса-Градецких. Он гласит, что матрица плотности двух кубитов является сепарабельной тогда и только тогда, когда она остается матрицей плотности при частичном транспонировании. Доказательства достаточности мы не приводим в силу дефицита времени в нашем курсе. Однако в списке литературы вы можете этот результат найти. Давайте обсудим некоторые детали. Неважно, над какой частью производится транспонирование. То есть делаете вы транспонирование над подсистемой А или над подсистемой Б, результат от этого не зависит. Для систем большеразмерности критерий Переса-Градецких это только необходимые условия, то есть достаточность теряется. То есть существует перепутанное состояние двух кутритов, то есть трех уровнях квантовых систем, для которых частичное транспонирование является положительным. То есть мы подвергаем матрицу плотности частичному транспонированию, а она остается матрицей плотности, несмотря на то, что состояние было перепутанным. Но это было для систем двух кубитов, критерий хорошо работает, и мы его будем применять в нашем курсе. Вот я уже перескочил на следующую страничку, она посвящена новой теме, поэтому здесь вы можете сделать перерыв, поставить на паузу и передохнуть. А я продолжу. И те, кто хочет присоединиться к нам, давайте присоединяйтесь ко второй части лекции. Значит, вторая часть лекции посвящена открытым квантовым системам. Что же мы открываем? Какой ящик мы открываем, чтобы работать с открытыми квантовыми системами? Тот квантовый компьютер, с которым мы с вами практиковались, квантовый компьютер IBM, он основан на сверхпроводниковых элементах. Поэтому в качестве примера я приведу именно эту реализацию. Вот представьте, что у вас есть некоторый чип со сверхпроводниковым кубитом. Этот кубит мы представляем в виде некоторой двухуровневой системы схематично. И это есть наш объект. Однако этот кубит непосредственно связан с подложкой, на которой он расположен. То есть, например, с другими кубитами или с управляющими электродами, которые контролируют этот кубит. Таким образом, эта двухуровневая система не является изолированной. Также есть и другие в окружающем пространстве объекты. Это могут быть флуктуации электромагнитного поля неконтролируемые, фаноны, могут быть еще какие-то воздействия, например, остаточный газ. Таким образом, внешних воздействий, которые оказывают влияние на динамику кубита, их очень много. И таким образом, эта двухуровневая система, она не является изолированной от внешнего мира. Она открыта. Вот тот ящик, который мы открываем. Мы открываем квантовую систему для взаимодействия с внешним миром. Стандартные обозначения такие. Ту систему, которую мы хотим рассмотреть, обозначают буквы S. А все окружение внешнее для нее обозначают буквы E от английского слова environment. Таким образом, у нас есть задача взаимодействия системы S с окружением E. Давайте графически рассмотрим, как это записать. Система и окружение изначально могут находиться в факторизованном состоянии. То есть, система задается своей матрицей плотности, а окружение задается своей матрицей плотности. Однако, они взаимодействуют друг с другом. И это взаимодействие приводит к некоторой эволюции. Традиционный подход заключается в следующем. Необходимо записать гамильтониан взаимодействие. Не только ту часть, которая отвечает за непосредственное взаимодействие с системой окружения. Это вот H-interaction, гамильтониан взаимодействие. Но еще и учесть собственное гамильтониан окружения и собственное гамильтониан системы. Значки тензорного произведения показывают, что гамильтониан системы действует только на систему и не действует в пространстве окружения. Вот этот H-environment действует только в пространстве окружения и не действует в пространстве системы. Таким образом, для этого гамильтониана общего можно далее записать оператор эволюции. Хорошо известный вам из курса квантовой механики. Вот запись этого оператора эволюции. Давайте теперь посмотрим, как будет эволюционировать вся эта система и окружение вместе. Если бы они находились в некотором чистом состоянии, то тогда оператор эволюции бы переводил начальное чистое состояние в конечное чистое состояние. Это была бы просто унитарная эволюция под действием такого сложного гамильтониана. Давайте посмотрим, что происходило бы с матрицей плотности этого чистого состояния. Матрица плотности этого чистого состояния теперь бы представлялась в виде начальной матрицы плотности Пси 0, Пси 0, обложенной слева и справа операторами эволюции У и У эрмитовоспоряженной. Если же у нас теперь есть матрицы плотности в не чистом состоянии, то мы знаем, что их можно представить в виде спектрального разложения или найти для них очищение, для этих матриц плотности смешанных. И для очищения будет унитарная эволюция. Как бы мы ни поступили, в результате мы получим вот такую формулу. То есть матрица плотности начального состояния обкладывается слева оператором эволюции, а справа эрмитовосопряженным оператором эволюции. Так задается динамика системы и окружения вместе. В целом. Если же мы теперь хотим посмотреть, что же происходит только с системой, то есть мы хотим закрыть действие окружения, для нас оно недоступно, то мы должны взять частичный след по степеням свободы окружения, и этот частичный след приведет нас вот к такой формуле. То есть матрица плотности системы будет представляться в виде взятия частичного следа от преволюционировавшей матрицы плотности системы и окружения. Теперь давайте проанализируем эту формулу. Вместо матрицы плотности ρ0 подставим какую-нибудь другую матрицу. x. Тогда мы получим преобразование x во что-то, и это преобразование обозначается буквой φ. Сейчас свойства этого преобразования мы будем исследовать. Значит, смотрите, берем начальную матрицу плотности ρ0, подвергаем ее преобразованию φ, получаем матрицу плотности системы в момент времени t. Если же на вход не только матрицу плотности подадим, а любой оператор x, то действие этого φ на x будет описываться вот такой вот формулой. Если же система не успела преволюционировать с окружением, то есть в момент времени t равно 0, то мы получим просто тождественное преобразование, то есть x будет переходить в x, а ρ0 в ρ0. Давайте посмотрим на вот эту формулу. Она задает преобразование. Какие у меня свойства было до этого преобразования? Во-первых, это свойства линейности. То есть, если вы возьмете линейную комбинацию x и y здесь, то на выходе вы получите линейную комбинацию выходов для x и для y. Таким образом, преобразование линейное. Во-вторых, оно переводит матрицы плотности в матрицы плотности, а значит, оно является положительным. Давайте математически сформулируем вот в этом месте, что значит положительность. Положительность означает, что если вы берете эрмитов оператор x с неотрицательными собственными значениями, подвергаете его действию отображения φ, то в результате вы получаете оператор, который также является эрмитовым, и он также имеет неотрицательные собственные значения. Если это свойство выполняется для всех операторов x такого вида, то тогда отображение называется положительным. Значит, построенное нами отображение φ является положительным. И что еще важно, что оно сохраняет след. Как мы это понимаем, поскольку матрицы плотности переводятся в матрицы плотности, то на входе у нас матрица со следом единицы, и на выходе у нас матрица со следом единицы. Если же я возьму какую-то матрицу x, у которой след отличен от единицы, я могу всегда нормировать на единицу, правильно? В силу линейности. Этот коэффициент выйдет вперед, и таким образом след сохранится. Математически это записывают таким образом, что для любого оператора x след выхода равен следу входа. Вот это свойство сохранения следа. Таким образом, мы с вами поняли, что отображение φ является линейным, положительным и сохраняет след. Однако положительностью все дело не ограничивается. И причина здесь вот в чем. Представьте, что ваша система является подсистемой какого-то большого образования системы и вспомогательного объекта. Вспомогательная система. Таким образом, вы знаете, что вся матрица плотности системы и этой вспомогательной системы должна переходить в матрицу плотности. Такова физика. Если мы описываем состояние матрицами плотности, то под действием физических эволюций они должны переходить в матрицу плотности. При этом взаимодействовать с окружением может только рассматриваемая система, а вспомогательная может никак не взаимодействовать с окружением. Другими словами, система может быть перепутана с чем-то, однако мы не знаем, перепутана ли система с чем-то или нет. Она взаимодействует, наша система с окружением. Мы только это и видим. Давайте теперь посмотрим, как запишется преобразование системы и вспомогательного объекта в целом. На систему будет действовать отображение φ, а на вспомогательную систему будет действовать тождественное преобразование. Таким образом, все преобразование в целом это будет тензорное произведение φ и тождественное преобразование. Теперь смотрите. Вспомогательная система может иметь произвольную размерность. А это означает, что вот это тождественное преобразование, обозначенное буквами ID, IDENTITY, оно может действовать в Гильбертовом пространстве произвольной размерности. Таким образом, k размерность пространства h, это могут быть 1, 2, 3 и так далее. Все натуральные числа. В итоге мы получаем, что матрицы плотности для системы и вспомогательной системы должны переходить в матрицы плотности. Следовательно, отображение φ, тензорно-тождественное, должно быть положительным для всевозможных вспомогательных систем. То есть для всевозможных k натуральных чисел. И вот если это условие выполнено, то само отображение φ называется вполне положительным. Теперь еще раз просчитаем определение. Линейное отображение φ называется вполне положительным, если отображение φ тензорно-тождественное произвольной размерности является положительным. Таково определение. Наверное, здесь нужно привести примеры вполне положительных отображений и отображений, которые не обладают этим свойством. Давайте рассмотрим первое. Пример вполне положительного отображения. Если мы обкладываем вход слева и справа матрицами А и эрмитово-сопряженной А, то это отображение является вполне положительным. Давайте это докажем. В самом деле, рассмотрим действие φ тензорно-тождественное образование на некоторую расширенную матрицу плотности x или на произвольный оператор x, не обязательно матрицу плотности. Что мы делаем? Поскольку тождественное преобразование ничто не делает со второй подсистемой, то мы слева пишем А тензорно-единичный оператор, потом расширенную матрицу x, а справа пишем эрмитово-сопряжение оператора А и единичную матрицу. Вот так вот записывается действие φ тензорно-тождественное преобразование, если φ имеет вот такой вид. Давайте дальше посмотрим. Если x у нас положительная определенная матрица, то есть ее спектральное разложение таково, что все собственные значения λ являются неотрицательными, то под действием нашего расширенного отображения φ тензорно-тождественное мы получим с вами вот такую формулу. Теперь давайте на нее внимательно посмотрим. Ее можно представить в другом виде. Ее можно представить в виде суммы проекторов ранга 1, не обязательно проекторов, но операторов ранга 1, таких, что А тензорно-единичный на ψ, это и есть вектор φ, а справа здесь стоит эрмитово-сопряжение для вектора φ. Таким образом, мы видим, что действие расширенного отображения на x это и есть сумма некоторых положительно определенных операторов, а следовательно и само выражение получится положительно определенным. Вот здесь я пропустил λ и Т, здесь вот забыл написать в сумме λ и Т, но вы понимаете, что поскольку все λ и Т неотрицательны, то тогда и сама матрица будет неотрицательной. И поэтому выполнено условие какое? Выполнено условие, что φ тензорно-тождественное это положительное отображение, причем неважно, какой размерности было это тождественное отображение. Таким образом, φ это вполне положительное отображение. φ это вполне положительное отображение. Из определения легко видно, что выпуклая сумма и любая коническая сумма вполне положительных отображений это тоже вполне положительное отображение. Поэтому если мы теперь имеем сумму отображений такого вида, например, сумму пока акатах роа как рез, то это будет тоже вполне положительное отображение. Здесь мы познакомились с вами с еще новым понятием, как представление Крауса. То есть если φ допускает такое разложение, то это разложение называется представлением Крауса для вполне положительного отображения φ. Давайте теперь рассмотрим пример отображения, которое не является вполне положительным. И таким примером является операция транспонирования. В самом деле, представьте, что вместо φ у нас стоит операция транспонирования. Мы действуем ей на первую часть какой-то составной системы, а на вторую часть мы действуем тождественным преобразованием. Тогда мы получаем с вами не что иное, как частичное транспонирование в подсистеме А. Вот запись. А мы с вами уже познакомились с тем свойством, что частичное транспонирование для подсистемы А может приводить нас к матрицам, которые не являются матрицами плотности. Хотя исходная была. То есть действие транспонирования тензорно-тождественное на некоторую матрицу плотности может давать нам не матрицу плотности. А, соответственно, оно не является положительным. Таким образом, транспонирование — это пример отображения, которое линейно сохраняет след, но оно не является вполне положительным. Давайте теперь сформулируем математическое определение квантового канала. Квантовым каналом будет называться линейное, вполне положительное отображение, сохраняющее след. Таким образом, это математическое определение позволяет нам трактовать физическую эволюцию системы от момента времени 0 до момента времени t в виде некоторого ящика, который осуществляет некоторое линейное, вполне положительное и сохраняющее след отображения. Входное состояние — это некоторая входная матрица плотности, выходное состояние — это некоторая выходная матрица плотности, для системы только. Таким образом, видите, этот черный ящик скрывает действие окружения на систему. И для нас видна только эволюция системы. Таким образом, это редуцированное описание взаимодействия системы с окружением, когда у нас есть доступ только к системе. И понятно, что такое описание компактное и очень плодотворное, поскольку нам не нужно рассматривать гамильтаниан взаимодействия системы с окружением, вычислять оператора эволюции, что для практических задач очень сложно сделать. И тем более в практических задачах мы не всегда можем учесть все степени свободы окружения и принять все их в рассмотрение. Такое математическое описание является очень плодотворным в описании квантовых каналов. И часто используется в квантовой теории информации. Теперь вот представьте, что у нас есть этот черный ящик, и мы хотим описать его действие на произвольную матрицу плотности. Значит, что значит задать преобразование φ? То есть задать вот это линейное, вполне положительное, сохраняющее след отображения. Что значит его задать? Это значит задать его действие на все базисные элементы. А базисными элементами у нас являются матрицы. Соответственно, если я задам действие φ на все операторы такого вида, где i и j — это векторы базисные в пространстве системы, то я определю действие этого φ на все базисные элементы, а следовательно я могу описать действие φ на произвольный элемент, включая матрицу плотности ρi. Давайте теперь посмотрим. Этот выход, то есть действие φ на матрицы такого вида, — это тоже матрица. И мне нужно все матрицы такого вида иметь, то есть для i и j произвольных. Давайте я запишу теперь все выходы в расширенную таблицу, то есть в таблицу такого вида. У меня будет стоять действие φ на 1,1 в левом верхнем углу и так далее. Вправо я буду двигаться, пока не получу действие φ на 1d. Соответственно, когда я двигаюсь по столбцам, я буду увеличивать номер i. Значит, в каждой блоке полученной матрицы стоит действие φ на базисный элемент входного пространства матрицы. Таким образом, если я знаю эту таблицу, я знаю действие φ на все базисные элементы, и таким образом я знаю действие φ на любую матрицу. Таким образом, вся информация о квантовом канале φ содержится в этой матрице. Давайте теперь посмотрим, как эту матрицу можно переписать. Ведь я сделал нумерацию блоков здесь сообразно тому, как у меня записаны векторы i, j. То есть, i нумеруют у нас строчки, j нумеруют столбцы в этой блочной матрице. Таким образом, я могу эту матрицу представить в таком виде. Сумма i, j, тензорное произведения φ и j. i нумеруют строчки блоков, j нумеруют столбцы блоков. И вся эта таблица представим в виде такой короткой записи. Таким образом, знание вот этого оператора дает нам всю информацию о квантовом канале φ. Давайте эту матрицу теперь перепишем в более компактном виде. Я могу представить этот оператор в виде действия тождественного преобразования тензорно φ на вот такой вот объект. Ну, легко видно в силу свойств тензорного произведения, что первый элемент i, j не меняется, а на второй оператор кет и брожи действует отображение φ. То есть, первая строчка здесь тривиальна. Далее заметим, что вот эту двойную сумму можно представить в виде отдельных сумм. То есть, представить весь этот оператор в виде произведения двух векторов. Один из векторов — это есть кет-вектор, сумма по i, i, i. Второй вектор — это бра-вектор, сумма по j, j, j. Но это же одна и... Вот вторая скобка — это есть просто бра-версия первой скобки. То есть, термитовое сопряжение к первой скобке. Таким образом, это один и тот же вектор, просто его кет- и бра-форма. А этот вектор с точностью до коэффициента — это есть максимально перепутанное состояние для двух подсистем размерности d. Мы с вами знакомы были с таким определением для двух кубитов. Называли это состоянием Белла. Оно записывалось в виде 1 делить на корень из 2 0,0 плюс 1,1. Однако теперь мы работаем с вами в демерном пространстве, поэтому формула изменилась. Теперь мы суммируем по i от 1 до d, то есть d компонент в этом пси. И это есть аналог состояния Белла в многомерном пространстве. Если вы помните наше рассуждение про энтропию перепутанности, количественное описание меры перепутанности между подсистемами некоторого чистого составного состояния, то она определялась как энтропия редуцированной матрицы плотности. А в данном случае редуцированная матрица плотности есть хаотическое состояние, максимально смешанное. И поэтому энтропия перепутанности для такого состояния, она максимальна. Это логарифм d. И поэтому такое состояние, пси плюс, еще называют максимально перепутанным состоянием. Так вернемся к нашей формуле. У нас стоит максимально перепутанное состояние, не хватает только деления на корень из d. Мы его введем. Мы его введем и здесь разделим на d и получим объект, который содержит всю информацию о канале. Значит, смотрите, вот эти скобки круглые часто не ставят, что создает трудности для понимания. Но будем привыкать. Значит, скобок не стоит, но мы понимаем, что тождественное преобразование тензорно преобразование φ все это вместе действует на то, что стоит справа, то есть на проектор, на максимально перепутанное состояние. Вы видите, что эта формула отличается от представленной здесь только множителем 1 делить на d. Но значит, это не имеет большого значения, вся информация о φ по-прежнему содержится в этой матрице омега φ'. Так мы назвали этот объект. Это определение этой матрицы омега φ'. С физической точки зрения совершенно понятно, что если я поменяю местами это тождественное преобразование φ, то у меня получится какая-то другая матрица, но информация, содержащаяся в ней, будет точно такой же, как и в этой матрице омега φ'. Поэтому вот эта омега φ' будет просто получаться из-за омега φ' изменением порядка φ и тождественного преобразования. Замечу, что φ действует на матрице размера d на d. Тождественное преобразование действует на матрице d на d. Их тензорные произведения действуют на матрице размерности d квадрат на d квадрат. В результате мы получаем в свою матрицу омега φ размерности d квадрат на d квадрат. И эта матрица называется матрицей Чоя. Эта матрица Чоя содержит в себе всю информацию о действии канала φ на состояние произвольное. Здесь записана вся информация в квантовом канале. И она, эта матрица Чоя, полностью определяет отображение φ. Важное обстоятельство. Поскольку φ – это квантовый канал, то есть вполне положительное отображение, сохраняющее след, то φ тензорно-тождественное – это положительное отображение. А следовательно, действие его на некоторую матрицу плотности максимально перепутанного состояния дает нам матрицу плотности. И омега φ – это есть матрица плотности, если φ – вполне положительное, сохраняющее след отображения. То есть если φ – канал, то матрица Чоя – это матрица плотности. Таким образом, мы с вами получили соответствие между квантовыми каналами φ и матрицами Чоя. Оказывается, что эта связь является взаимно однозначной. Это можно сформулировать в виде такого утверждения – изоморфизм Чоя Емелковского. Линейное отображение φ является квантовым каналом тогда и только тогда, когда соответствующая матрица Чоя является матрицей плотности, удовлетворяющей условию, что редуцированная матрица плотности, что редуцированная матрица Чоя, прошу прощения, по первой подсистеме, является хаотическим состоянием. То есть, максимально смешанным состоянием вида 1 на D, единичная матрица. Необходимость следует тривиально из рассмотренного выше матерела. В самом деле, смотрите, если φ – квантовый канал, то есть вполне положительно сохраняется это отображение, значит, φ-тензорно-тождественное – это положительное отображение. Скормим ему на вход максимально перепутанное состояние, что есть матрица плотности. Получим матрицу плотности. Если же я возьму теперь редуцированную матрицу по первой подсистеме, то поскольку φ сохраняет след, у меня получится, вот смотрите, это все равно, что взять просто след частичный по первой подсистеме от этого φ+, φ+, а это будет частичная матрица плотности для максимально перепутанного состояния, что есть максимально хаотическое состояние. Таким образом, необходимость следует тривиально из записанных выше определений. И сложная часть этого утверждения связана именно с обратным утверждением, то есть с достаточностью. А чтобы доказать достаточность, давайте рассмотрим формулу обращения. Формула обращения будет показывать нам действие отображения φ на некоторую матрицу, если нам известна матрица ЧОЯ. Значит, формула обращения. Вот представьте, что нам известна матрица ЧОЯ. Омега φ нам известна. Вот этот объект нам известен. Тогда мы можем с вами записать действие φ на х в виде такой формулы. Возьмите некоторую паузу, посмотрите на эту формулу, сейчас мы будем ее доказывать. Структура формулы какова? Берем размер из пространства d, умножаем на операцию взятия частичного следа по второй подсистеме от того объекта, который записан здесь внутри. Напомню, что омега φ — это матрица большой размерности d квадрат на d квадрат. Она, эта матрица, умножается на тензорное произведение двух матриц. Маленькая матрица, тождественная, тензорная, умножить на матрицу х, ой, матрицу х, размеру d на d, тоже маленькую. Но х подвергается транспонированию. Вот такая вот формула, справедливо. Давайте ее докажем. Вот здесь представлено доказательство этой формулы. Давайте шаг за шагом пройдем по этой формуле. Здесь просто переписана правая часть. Далее, что мы делаем? Воспользуемся определением матрицы Чоя омега φ. Коэффициент d сокращается с умножителем 1 на d, поэтому пропадает. Остается, что действие φ на и и ж, тензор на и и ж, сумма по и и ж, это будет матрица Чоя, умноженная на d. Тождественный оператор, тензорная матрица х транспонирования, переписали. Значит, мы видим, что здесь стоит произведение двух операторов, каждый из которых имеет структуру тензорного произведения. Следовательно, мы по обычному правилу упрощаем ее. Умножаем φ и ж на единичный оператор. Получаем φ и ж. И ж умножаем на х транспонирование, получаем вот такой объект. Значит, формула упростилась. И она имеет вид тензорного произведения двух операторов. Теперь нужно взять частичный след по второй подсистеме вот этого тензорного произведения. А это означает, что нужно просто взять след у всех операторов вот такого вида. И ж, и х транспонирование. То есть, необходимо взять след вот этих вот объектов. Если мы это делаем, то под знаком следа можно переставлять порядок операторов. Таким образом, мы вот этот и вектор перенесем и поставим вправо. Что тогда получится? Тогда получится ж и х транспонированное и. Но это житый и-тый элемент х транспонированного. А это значит, что это и есть и-тый и житый элемент нетранспонированной матрицы х. Таким образом, мы с вами получаем формулу с нижней строки. А ее легко преобразовать далее. Поставим и жи. Поставим вот этот и-житый элемент х внутрь. Между кет-вектором и эбра-вектором же получим вот такой объект. А суммирование по и дает нам единичный оператор. Суммирование по ж дает нам единичный оператор. Таким образом, в квадратных скобках остается просто оператор х. Таким образом, мы доказали с вами формулу обращения. Но формула обращения это лишь первый шажочек к доказательству достаточности. Рассматриваем утверждение. Но эта формула обращения в основе лежит. Давайте двигаться дальше. Значит, формула обращения нам известна теперь. Давайте убедимся сначала, что след сохраняется. Берем след выхода и вычисляем его по формуле обращения. Значит, нужно взять след от частичного следа. А это означает, что мы берем обычный след у исходного оператора. Если я беру обычный след у исходного оператора, но один из множителей в этом произведении есть тождественная матрица, единичная матрица, тензорная на какую-то другую, то я могу свести этот след к такой записи. Там, где действует единичный оператор, я могу написать след по той части для оператора омега-фи. Таким образом, я получаю формулу след от взятия частичного следа от матрицы Чоя омега-фи умножить на х транспарнированное. Но мы с вами знаем по утверждению, что частичный след по первой подсистеме от матрицы Чоя есть максимально смешанное состояние. Подставляем эту формулу сюда. d сокращается. Единичный оператор умножается на х транспарнирование, получается х транспарнирование. А след не зависит от транспарнирования. Поэтому след выхода равен следу входа. Доказали. Мы доказали сохранение следа. Значит, следующий шаг в нашем доказательстве это сохранение полной положительности. То есть, отображение Фи должно быть вполне положительным. Если омега-фи является матрицей плотности. Давайте смотреть. Если омега-фи, матрица Чоя, является матрицей плотности, то для нее можно записать спектральное разложение такого вида, где все коэффициенты лямбда являются неотрицательными числами. Вещественными, естественно. И векторы Псика действуют в расширенном пространстве. В пространстве тензорного произведения Гильбертовых пространств. Для каждого из этих векторов Псика, для собственных векторов омега-фи, можно записать разложение Шмидта. Для каждого вектора Псика можно записать такое разложение. μ и т, это есть коэффициенты в разложении Шмидта. f и т и g и т, это некоторые базисные векторы в Гильбертовых пространствах первом h и втором h. Соответственно. Верхний индекс К показывает, что мы это для каждого вектора Псикатоя можем записать. Тогда матрица Чоя запишется вот в такой вот сложной форме, где λ положительные числа, μ это тоже положительные числа, коэффициенты в разложении Шмидта. Вот такая вот сложная конструкция. Вы можете подумать, зачем мы усложняем себе жизнь, однако вы увидите, зачем мы это делаем. Важно что? Важно то, что мы теперь имеем структуру тензорного произведения в омега. Теперь я могу по формуле обращения, по вот этой самой верхней формуле, записать действие φ на произвольный вход х. Для этого я вместо омега-фи подставляю только что полученное выражение. Оно имеет структуру тензорного произведения. И второй оператор, и тензорная х-транспонирование, тоже имеет структуру тензорного произведения. Поэтому их произведение имеет тоже структуру тензорного произведения. И взять частичный след по второй части не представляет никакого труда. Здесь я опускаю выкладки. Давайте напряжем извилины. Значит, я должен взять ЖИТ, ЖЖТ и Х-транспонированное. И взять след от этого произведения. То есть у меня есть ЖИТ, ЖЖТ и Х-транспонированное. Я должен взять след от этого произведения. Я знаю, что под знаком следа я могу делать транспонирование. Результат не изменится. Когда я делаю транспонирование, под этим следом Х-транспонирование заменится на Х. Что произойдет с вот этим объектом? ЖИТ, ЖЖТ при взятии транспонирования. Я знаю, что если бы я делал эрмитово сопряжение, то есть транспонирование и комплексное сопряжение, то И и ЖИ поменялись бы местами. Но если я делаю простое транспонирование, то у меня И и ЖИ поменяются местами, но сами векторы ЖИТ и ЖЖТ станут комплексно сопряженными. В результате мы получаем такую формулу. Взятие частичного следа по второй подсистеме приводит нас к такой формуле. Если вы не смогли с первого раза расследить за всей логикой этого преобразования, попробуйте прослушать запись еще раз или записать это на листочке в виде некоторого упражнения. После того, как мы с вами упростили эту запись, что у нас получилось? Здесь у нас стоят некоторые числа и остались операторы. То есть мы получили с вами теперь матрицу маленькой размерности D на D, которая будет выходом. Давайте теперь ее упростим еще далее. Мы видим, что эту запись можно упростить и записать ее в следующем виде. Сумма по К АКТ, ХАК крестик, где АКТ это сумма по И, МЮ И КТ, ФИ КТ, ЖИ КТ комплексно сопряженная. Просто обратите внимание, что D и ЛЯМДА КТ встречаются в этой формуле два раза, поэтому мы здесь ставим корень из D и ЛЯМДА КТ. Сумма по И и сумма по ЖИ это две разные суммы, но для одних и тех же выражений. Сумма по И, МЮ ИТ, ФИТ, ИЖИ К комплексно сопряженная. Это оператор АКТ, который вот здесь представлен. А такая же сумма по ЖИ это даст вам оператор АК крестик. Таким образом, мы с вами получили представление для выхода отображения ФИ. Его действие это отображение ФИ на вход Х. Вот это все вместе, это выход. И этот выход представим в виде такой суммы. А эта сумма есть не что иное, как представление Крауса для вполне положительного отображения ФИ. Мы с вами уже убедились в том, что отображения такого вида являются вполне положительными. Следовательно, если матрица ЧОЯ удовлетворяет условию, что это матрица плотности, и частичный след по первой подсистеме от нее есть максимально хаотическое состояние, то след сохраняется, формула обращения линейна, и отображение ФИ является вполне положительным. Таким образом, ФИ удовлетворяет всем свойствам квантового канала и является квантовым каналом. Доказательство изоморфизма ЧОЯ-Ямелковского завершено. Таким образом, мы с вами доказали вот это утверждение. Это была, наверное, самая сложная часть сегодняшней лекции. Полная положительность здесь доказана. Изоморфизм рассмотрен полностью. Это будет конечной точкой сегодняшней лекции. И в самое заключение я просто резюмирую то, что мы с вами сегодня изучили. Мы с вами изучили сегодня, какие состояния называются перепутанными и сепарабельными в общем случае, когда мы работаем со смешанными состояниями. Мы с вами посмотрели геометрическую структуру этих сепарабельных состояний и убедились в том, что экстремальными элементами этого множества сепарабельных состояний являются факторизованные состояния. Мы увидели, что локальные операции и классическая коммуникация лежат в основе этого определения. То, что две удаленные друг от друга лаборатории могут приготовить смешанное сепарабельное состояние без использования ресурса перепутанности. Легко. И это лежит в основе этого определения сепарабельного состояния. Далее мы посмотрели с вами на критерии. Как определить, является ли заданная матрица плотности матрицей плотности перепутанного состояния или нет. Это нам позволило сделать критерий пересоградетских, который основывается на частичном транспонировании, на операции частичного транспонирования. Далее я описал вам, какие системы квантовые называются открытыми. Это те, которые взаимодействуют с окружением. И отображение, которое переводит начальную матрицу плотности системы в матрицу плотности системы через какое-то время t, это отображение, мы назвали с вами квантовым каналом. Оно удовлетворяет свойства сохранения следа вполне положительности и линейности. А с математической точки зрения, любое такое отображение называется квантовым каналом. Далее мы с вами посмотрели на представление Крауса для вполне положительных отображений. То есть действие φ на некоторый оператор, это есть сумма, ПОК, АК и этот оператор, и АК крестик. Эти сами операторы АК, это и есть операторы Крауса. А в завершении мы доказали довольно сложную, но важную теорему, которая связывает матрицы Чоя, которые полностью описывают систему, и множество квантовых каналов. То есть рассмотрели с вами изоморфизм Чоя Емельковского. Спасибо за внимание. До следующих встреч. Продолжение следует...